всем привет дорогие друзья сегодня у нас что у нас сегодня среда да у нас сегодня среда и мы сегодня на игромане утром я и лей привет лей как у вас дела в это что там не очень солнечное на самом деле утра вот или вот ну вот 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 лей материализовалась время полдень ну кого что кому какао анархи раздает пачками наши смайлики с какао спасибо я бы сейчас не отказался вообще ничего не успел с утра съесть выпить ничего не успел как дела хочу придать лучшей любви компании яндекс такси сегодня мне появился волшебный таксист понимаешь это таксист мастер на все руки это не только таксист еще и курьер он решил разводить телефоны на сообщение пожалуйста давайте мы приедем вовремя он еще задерживался он решил оставиться пару раз и кому-то давать какие-то телефоны это прям вот чувак вот может и меня видишь потому что пока ехала местом спрашиваешь куда вы спешите а вот туда вот это я посмотрю пожалуйста привет привет спасибо спасибо тебе да да я ему рассказала какая у нас перед какая нас клёвая передача как у нас а не успею можно сам нет я не успела я сейчас дожди чай закончен я напишу да я напишу большое письмо я кстати видела эту историю с логвиновым и ты яндекс да это прекрасно те кто не в курсе я уже думаю о том чтобы знаешь тоже писать в твиттере я поняла что твиттер работает я вот почитала потом по интернету и увидела то что если пишешь просто в поддержку яндекса они еще бывают зачастую вообще-то не отвечают или что-то еще в твиттере все работает а в твиттер да это все-таки антон то есть там хайп поднялся быстро те кто не в курсе антон блогвинов когда ехал на gamescom таксист он из таксиста яндекс такси опоздал на рейс и в итоге ну там все все сыграло да ну короче антон в твиттер написал гневное что значит пип яндекс такси пип я значит не по очень доволен очень доволен да опоздал на рейс на геймском так геймском ему купил такси яндекс такси а не геймском ну все я уже на утро все хорошо я написал статью яндекс такси ему оплатили билет и что-то какие-то еще плюшки там чуть ли не гости не проживание что-то кроме билета ним еще оплатили но с другой стороны все-таки действительно это антона нет я понимаю что дантона не надо еще расти до расти расти я буду стараться мне я поставила себе планку так сказать а чему все хорошо чипы и странные звуки привет привет димитеру привет angel арчи привет всем желаем привет и мне сейчас хотел сказать привет всем с понедельником потом поняла что что-то здесь опоздал на пару дней вот я на пару час не все сюда у меня вторая версия была сейчас вторник и на самом лика в понедельник пришла на работу нас считают большая часть коллега не было или уже не было я такая прихожу как джон траволт и такая ну да где все захожу средний кабинет где как раз ки главные редакторы сидят декану всех понедельника ну да ты что-то другое ожидал год но я не в курсе не знаю может может сейчас воскресенье может вторник я что-то пропустила как бы бывает разное учет меня чат не работает вообще огонь а тем временем вов слушай а глянь строчку пожалуйста ну нашу односрочную смысле я не я не успела смотреть просто я вот что-то я хотел сказать такое новость одной тракой да да спасибо уже холодно на улице да там вообще ну вот сейчас у нас сколько там 11 градусов что ли и это ну так не очень комфортно заметили что чат не работает только на том ноутбуке да это какой-то видимо проклятый ноутбук действительно какая-то проблема чатом но это сейчас запустила окно с трансляцией они вообще живая они живая они насколько знаю просто дома сегодня а на отпуске до понедельника она она в отпуске дома при этом она будет из дома стримить сразу после грома не утром будет такой себе отбора вот еще у меня сегодня кстати стримерский сольный дебют а я сегодня мы с вами сегодня будем проходить обзовер смотреть вообще что это такое понятие пока не имею что это такое привет игромане и хорошего дня привет мини габой вот и я надеюсь не тот таксист о котором я говорила мне а не хочешь этот самый постримить я такой ну можно я там как бы уже life is strange в пятницу стримы она говорит а давайте по еще в общем сегодня четыре часа мы с вами смотрим на обзор и что из этого вышло он он же вышел вчера собственно ура лев стример теперь это с тобой до конца жизни я не чувствую радости по этому поводу что-то со светом были вле и потемнели волосы на самом деле правда потемнели это вы сейчас еще увидели меня после нескольких интеракции его обновления пока только покрасился не вообще были какие-то не знаю коричневые я случайно передержал краску что-то пошло не так меня даже несколько раз люди не узнали это было очень забавно нормально проходит там не знаю пару месяцев в итоге появляется у нас в кадре черноволосый или и косплей санцу старпись 6 сезона например такое было ночи как бы насколько я помню по книге они у нее были не черные волосы а такими на какие-то каштановые лицами на коричневые пост нет она их вообще помню перекрашивала кстати в книге она изначально с одными волосами все время и бегает че она перекрашивала когда она поехала с пятером в окей алина и гнездо конечно же он же выдавала типа там за свою но да вот девочку бастар я сейчас да я сейчас много всего на эту тему высказываю то есть я хотел написать заметку про то как как все плохо в седьмом сезоне в итоге это вылилось уже почти 9000 знаков на тему того как все плохо во всем сериале то есть этом почему плохо ну если плохо или просто отличается от книги смотри там там есть пара пара моментов которые отличаются от книги просто потому что так должно быть и местами это даже хорошо скажем я очень порадовался дуэли которая случилась в сериале у джейми и надо старка в первом сезоне потому что книги и и не случилось они типа лучшие мечники королевства но после баристана поэтому это всегда было интересно типа кто кого артур дэйн уже лет сто как мертв я про тех кто функция функционирует в этом пространстве еще вот окей не сто 1720 вот и и дальше нарастающий но все-таки стран странных изменений попу снова да там многие отметили попу снова есть замечательная девушка на тамблере крис ее зовут она делает смешные рикапы сериалов в частности гриб и столов она тоже прости балла про попу сноу так что я прости балла попу сноу а что с собой снова ты смотришь и гриб и столов я по сути не смотрел я знаю что там они более-менее происходило но там показывают попу сноу и что с ней не так что все такие типа все с ней все так просто да все такие ничего так окей google покажи мне попу сноу джон сноу попа ты сам поднял эту тему между прочим яндекс не видел попу джона снова спросим у гугла я наверное так до конца эфира что так ладно голый джон сноу с попу не получилось это попа это не та попа которую вы ищете ох там прям масс-меншины пошли где ли спроси у Ваня там кучу фоток наделала да тебе грамотно советует в чатике потому что что-то мы как куда-то не туда мы ушли что началось то вот в общем много изменений всяких часть были хорошими часть были объяснимы бюджетами и это вырезание больше количества большей части персонажей это объединение чьих-то сюжетных линий ты найдешь ну посмотри в конце концов последнюю серию там там тебе прям сейчас ну просто отличный концерт на граммане утром давайте смотреть игру престолов давайте марафонить игру престолов на граммане утром не на что даже с учетом того что там серия в районе часа можно один час посмотреть об этом час обсуждать отличный план я продумала сам медиатеку немного человек сделает но тот факт что мы игромания они сериалом а так это же игра престолов вопросов нет вот это не то попа что мы заслуживаем вы смотрите лост фильм а я смотрю оригинал но на медиатеке и лучше бы не смотрел вот у меня много претензий я в итоге понял что если начну все свои претензии к игре престолов высказывать это еще точно 19 знаков будет поэтому я остановился мне одна из основных претензий если честно я вот опять же не смотрел последнюю серию но я конечно же куда и денуть видела спойлеры и вот это вот момент с лианой и рейгаром мне интересно каст актеров ужасен просто каст актеров ужасен в обоих случаях если ли она просто похожа на какую-то не знаю круглолицую простушку и совершенно не похожи вот на ну а если в прошлом сезоне возмущали все это же актриса это возмущались я плохо видела понимаю что мне было хреном она распакалась на постели что-то там ну в общем рожала и как бы там в общем в этом в этом состоянии женщина обычно выглядит но не очень хорошо на эту скидку сделать можно а когда там пардон момент такой вот так сказать праздничный и когда нам вроде как должна выглядеть так сказать на самом-самом-самом пике она выглядит какая-то удокловато я тетка это что-то совершенно не похоже на то что там воспевается на то из-за чего он переживал роберт и для чего вообще рискнул рейгар и вот это вот все смотришь думаешь что и сам рейгар тоже рейгар вылитый визарис но маза сначала потому что это тот же актер это тот же актер с тем же но это они как очень мысленно это сделали ладно то что он похож на визарис и тогда этого условно то моя часть это логично привет ну вот как ты правы я не знаю понимаешь он должен быть блин цистерсеева помню описывал как такого самого кого-то прекрасную мужчину как раз рядом рядом с которым даже джейми такой типа ну джейми ну так себе ну вот после рейгара сойдет да смотришь что же какой-то не знаю стремный статист на которого одели парик визарис это все меркнет по сравнению с тем я я не понимаю вот методология чисто вот смотри значит они говорят офигенный пост офигенный концепт постера я сейчас просто зашла в группу по игре престолов и там сейчас смотрю различные арты это вот такой фанатский арт постер к восьмому сезону где с одной стороны стоит беременная серсея с другой стороны стоит беременная дейнерис и типа такая она другими они в чате аня пришли ли пока они очень срочно будет искать срочно саботирует теперь вот мне непонятен непонятно даже хронологии этих событий получается вот например хороший вопрос а знала ли первая жена рейгара что он с ней развелся и женился на другой ну это фигня это вообще фигня но это такая знаешь маленькая деталька такой маленький реверанс свои новые деталька началась война изнасиловали убили детей разорили город разорили полстраны родили джона сноу назвали его именем первого сына рейга ладно короче у меня очень много вопросов нет то что они там решили обручиться это вообще фигня по сравнению с ним решили обручиться это не вопрос мне 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 вот интересно во первых хронология во вторых почему никто не спалил почему поднялось восстание из-за того что ее похитили то есть что было сложно не знаю письмо напиши домой напиши маме что с тобой все хорошо там не маме хорошо брату папе там кому-нибудь что тебе норм что ты уехал в отпуск вышла сам уж в вегасе там бывает случилось никто ничего не успел не среагировать а даже если успели то типа не успели поели типа мол что за фигня мы не согласны типа там и семейство не согласны потому что мол дите дитё рейгар творишь вообще с так сказать королевской семье персона с леди мы так далее мол не гожи и роберт тоже такое старшие дети все еще были за наследниками ну блин заводить две жены заводить две разные ветви потомство такая себе идея потому что там начинается потом опять будет какое-нибудь восстание что-то еще поэтому детей от одной женщины я это имею ввиду и с точки зрения престола это вполне себе логично там куча всего была за 300 лет и был там тот же и гон 5 что они где по буджону снова ну вот пятый по моему который женился распять страхал все что движется всех своих бастардов умирая объявил законными и из-за этого вот из-за этого не так а там другая ситуация была там бастарды были в кожи ко двору и там бастарду который на тот момент еще был бастардом подарили в конце концов фамильный меч и так далее то есть там реально были два претендента на трон один законный второй не очень остальные все как-то распределились кому они верны а вот обычно там же не только и гон там ноги женились несколько раз лечку тебе они кинула ты сервис уточняя не тут даже в твиче есть а все или нашла судя по ее лицу да ну чуть не очень вот это она и не знаю ложка плоская попу может у таргаринов не было в уронов а драконов посылать не очень хорошо так у них и драконов не было уже лет сто не было драконов ни у кого там да не вот примерно так себе представляла рейгар как-то вот так вот как-то вот вот так ну как бы даже там на 7 kingdoms еще где-нибудь это как это как бы что это знаешь как его это какой-то бред питт это не то а вот вот такой вот чувак вот такой вот такой вот да вот вот похож может какие спойлеры там блин уже восьмой сезон слили в сеть а вы спойлеры серия вышла четыре дня назад три дня назад мне помощи и вообще мне можно в правилах твича написано вот короче не знаю что ты мне по год развить как это развить где кнопочка анси просто сейчас должна быть впрочем вчера перед сном смотрела второй сален хил и тот момент когда ты смотришь второй сален хил начало там этот играют же отца этой несчастной девочки его игра играют шон бина вторая часть то еще появляется такой кит хорингтон и нагону привет это к знакомый там был был прикол что типа шон бин умирает везде кроме самой криповый просто роли в своей карьере вот там он выживает и самое главное по игре то он умер а фильме выжил а по потому что насколько я помню он сюда в саленсе и в итоге его зарубали а в фильме он такой ну я здесь останусь я жену вы еще и здесь останусь все хорошо дочь все хорошо ты уже взрослого тебя мужик есть вот у тебя вот у него нормальный иди с ним один в сален хиле останусь здесь мне не здесь норм лев что ли тебе показала ли показала мне картинку с попой джона сноу где вокруг попа аккуратно обведено золотое сечение срочно да все всем демонстрировать я не уверен у нас конечно 18 плюс контент снова блин я уже показывал сиськи я когда открывал такая знаешь беру книгу 2 а вот у сиськи ну ладно бывает да лев поставь попускном на свою рецензию в игре пистола с надписью куда сходился сериал это вариант нет у меня там есть отличная гифка когда входит я даже не знаю откуда она взята но она просто очень хорошая когда входит входит некая барышня в судя по всему камеру допросов и кидается книжкой в человека который сидит за столом и на фоне этого мигает надпись read the book вот вот это больше ли покажи давай ну я-то ребятам картинку скину если они захотят показать могут это уже не от меня зависит за пультом там не я сижу вот что-то мы 20 минут уже игры пустолов обсуждаем а потом еще будем игры пустолов да да это просто у нас недели игры пустолов у всех недели игры пустолов ну а куда денешься с подводной лодки если все-таки последняя серия сериала вышла и и собрала 12 миллионов человек в кранов до рекорд это совершенно неудивительно это да ну не знаю я вот как человек который читает книжки у меня очень сильно бомбит и в общем саша покажи нет не надо пожалеть сейчас саша покажи можно сделать голосовал очку а не пока ты пока линдов аликс новостями вот ночью пойдем может быть дальше обсуждать игру пустолов уже в рамках игром они утром они они в рамках обычного трендежа или пока или рано пока еще рано если хочешь пройти к новостям лучше ты первый вообще давайте да не вопрос давайте к новостям но все равно у нас первая половина новостей сегодня будет про всякие химошки и сериалы фильмомания в частности да не вильнёв выложил на youtube одну из трех планируемых короткометражек к бегущему полезли 2049 она идет примерно пять минут плюс 40 секунд вступления от самого дэнии который мы пропустим если вкратце то есть три режиссера которых он попросил снять короткометражки про то что случилось за 30 лет между первым и вторым фильмами фильм выйдет сам 5 октября а вот первая кометражка уже доступна ее снял сын ридли скотта там есть джаред лето он там шикарно играет и может быть мы даже сможем ее посмотреть единственное что я так и не успел проверить появилась ли за ночь версия с русскими субтитрами поэтому давайте мы воткнем просто где-нибудь минутку спича джареда и насладимся до без 40 секунд мне тоже хочется добавить для тех людей которые что такое что она пропустила что это за фильм вверх дательную часа это посмотреть как и лев очень интересный плюс это скажем так очень большой пласт я бы сказал даже в каком-то плане 1 один из столпов основы в общем-то того киберпанка который мы сейчас знаем и любим да действительно бегущий полезу и он очень много сделал и задал вот в этом вообще направлении жанре опять же если вы ждете игру киберпанк от сиди project тоже очень рекомендую поможет вам вообще проникнуться всей этой стилистикой кроме того есть на самом деле по киберой бегущим полезу еще достаточно неплохая игра если вы не против квестов особенно если вы не против венрарных это не играл наверно вот на удивление даже люди которые достаточно любят знают в детстве там очень рано люди это действительно хорошая игра по фильму единственное что если сейчас запустить я не помню есть ли в сети если она на площадках вроде гока я не уверена там нужно быть осторожным потому что там будет момент в игре в котором нужно будет стрелять и если просто запустить без дополнительных настроек старую версию из-за ускоренных ускоренных процессоров там просто не получится стрелять потому что как-то мишени будут просто бегать нужно вот найти какой-нибудь либо с патчем либо с настройками запуска для ему ли чтобы было время урезание урезание процессора чтобы этот момент нормально работал такой маленький пик в я предупреждаю так очень хороший очень интересный классный скажем так квест приключения с разными концовками в общем то как и как и фильме ну да спрашивают можно ли наложить видео на желтую кофту льва как на федю федя у тебя кеется на желтый все у меня уже знаете только я вспомнила золотые слова дима кудряшова или раздевайся ты кеешься каждый раз когда я зеленом прихожу терпеть не могу когда в качестве концепции роботов андроидов роботов работы андроидов или роботов берут законы какого-то фантаста какого-то фантаста айзек черт возьми азимов кто такой я не слышал да вообще блин подумаешь изобрел вообще практически же жанр робототехники вообще фантастической между прочим родился в советском союзе есть еще играл за last night вообще про киберпанк не так мало игр на самом деле те кто играл в observer который недавно вышел с рутгером хауэром как раз вот там атмосфера бегущего по лезвию местами очень четко то есть первая сцена игры она вообще один-в-один прям вот чистый бегущий по лезвию правда очень много на эту атмосферу играть сам рутгер хауэр в главной роли подружите саня она тоже не смотрела терминатора мне тоже не смотрел терминатором не забывайте пожалуйста об этом что я так смотришь что-то первый раз об этом слышишь что ли да стыка скинь я работаю музыкальное сопровождение на высоте но пафосное лето портит всю атмосферу в предыдущем триллер слишком много экшена и от первоисточника практически ничего не осталось очень похоже что вместо научной фантастики сделал проходной боевик чем мне нравится джаред лето ну и хауэра никто не переплюнет джаред лето шикарный что и мне кажется как раз таки для такого вот сеттинга он очень хорошо подходит но так или иначе везде пихают уже эти законы азимова тошнит уже помню только что футурами хорошо обыграли ам камон чувак реально создал жанр и очень хорошо продумал всю концепцию работы роботов работы роботов то есть вот три основных закона это же то на что почему они так популярны потому что они реалистичны потому что это то как действительно имеет смысл создавать андроидов то есть полностью подчиняться людям за исключением за исключением тех случаев когда имеет место причинение вреда другому человеку фактически это бездействие короче просто он заложил реально основы поэтому здесь я не поэтому смотрите фильм да посмотрите оригинальный фильм он просто прекрасный там а еще лучше почитайте потому что там просто посмотреть его на самом деле один раз ну нет и него даже там про книги это отдельно и лучше прочитать еще про сам фильм потому что там некоторые моменты не совсем понятно с первого раза и лучше действительно почитать про его создание про почитать по перейти сюжета после первого просмотра и посмотреть даже несколько альтернативных версий тогда можно будет ну лучше понять силу вопрос и дилема которые кстати только одну версию последнюю которая выходила но лучше хотя бы почитать на самом деле про другие концовки я читал давайте установим обновление windows оооо это так мило слушай ильяфа у тебя богатый внутренний мир ну да разноцветный вот так вот общаешься с человеком и не знаешь что на самом деле брони где твоя борода у каждого ну тут да вова молодец вот теперь хорошо стало да мне кажется ли у нас еще и вот этот парень там закеялся отлично вот ладно может к следующей теме обсуждения давайте да в общем ждите бегущего по лезвию смотрите какой-то метражке их выйдет еще две посмотрите оригинальный фильм любите азимова что вы за люди и слушайте маму по заветам а не прославец поехали дальше если друзья думали что самого начала передачи мы слишком много говорили про игру престолов было слишком много спойлеров то да вы вообще вообще ошибались сейчас будем говорить об этом еще больше ну не знаю сильно обсуждать момент седьмого сезона не будем потому что ты и так сделал уже ленивый у нас на сайте про это есть достаточно материалов и еще выйдут и еще выйдут и сети вообще спойлеров к сожалению никуда не деться а сейчас хотел бы поделиться тем что вообще мы можем ждать и что нам известно от о восьмом сезоне который будет будет следующем году если слишком много если вы вообще вообще не знаю боитесь всех спойлеров советую не знаю сделать громкость пониже или что-то еще помню так что собственно мы знаем про грядущий восьмой сезон во первых его съемки начнутся уже совсем скоро в октябре этого года обещают что в нем будет всего шесть эпизодов но они будут длиннее предыдущих частей возможно даже какие-то эпизоды будут занимать до двух часов экрана времени и даже на самом деле не такое плохое решение я вот периодически смотрю посмотрела пару турецких сериалов так у них вообще формат час 45 или два часа это в принципе нормально для сериала и да почему бы нет а есть смысл растягивать настолько серии спрашивают мне кажется есть потому что серьезно там уже финал истории уже такие происходят глобальные события и резать их между частями может быть действительно не знаю совсем уж слишком несправедливо слишком шесть эпизодов всего до 6 эпизодов но где-то проходит какой-то большой как как это не знаю там глобальная война когда глобальные события какой-то много перестановок реально резать это на две серии ну может быть сомнительное решение потому что внимание зрителей рассеется и хорошо оставлять зрителя в напряжении когда он думает что же будет дальше что же будет дальше когда какие-то вот логичные переходы между сериями другое дело когда тебя посреди не знаю большого эпичного сражения вот так вот рубит такой ну чувак увидимся через неделю и зритель такой что закрыл уши наушники стало только лучше слышно так что да так что вполне себе для финала такое решение мне кажется очень логично есть такая проблема которую случилось и в прошлом году когда хакеры взломали hbo и стырили у них сценарий седьмого сезона выложили его в сеть и в общем как выяснилось это действительно была правда в конце июля история повторилась снова взломали hbo украли кучу личных данных сотрудников украли кучу личных данных актеров и сценарий восьмого сезона уже написаны и выложили первую серию те кому интересно кто не боится спойлеров она висит на мире фантастики и и пересказ и учитывая что пересказ появился 2 июля получая 2 августа финальная серия 7 сезона вышла позавчера и при этом события которые описаны в серии очень хорошо стыкуются и в принципе достаточно логично что-то мне подсказывает что это все правда но мы сейчас не будем спойлерить мы не будем это будет совсем уже хотелось бы подвести ноги что мы ждем по концу седьмого сезона и что мы ждем от восьмого это даже есть помощки там официальных материалах и итогом трейлере собственно сейчас точно заткните уши смотри когда тебя справа лея слева алина и какая прелесть да собственно что что мы ждем обещанная великая война не началась пока еще сейчас в конце сезона очень много к ней предпосылок и скорее всего будем ждать ее в восьмом сезоне стена прости господи рухнула ждем пришествие короля ночи с его армией а лев родную от глаз знаете чего я жду я жду что hbo из-за вот этого всего перепишет сценарий во первых потому что я очень надеюсь что концовки сериала и книжек будут различаться они об этом ведь уже говорили на самом деле они сказали что это возможно и ну большая часть персонажей полюбас уже будет различаться там в конце концов книжках до сих пор живой брестан селми мирцелла не умерла в дорне и так далее то есть там уже есть куча различий там в конце концов оживший кейтлин старк который никогда не будет в сериале а еще один great joy а еще там короче дофига 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 об этом даже не раз говорился не а поэтому не думал о том что концовки будет прям совсем повторяться нет понятно имеется ввиду глобально то есть кто в итоге окажется на железном троне и вообще что с ним произойдет потому что вообще там расплавят я очень надеюсь что отличное решение расплавить железный трон и чтобы каждый из королевства берем независимость и не нафиг всем королевств чего нет ну такое почему нет но не знаю мне не нравится короче я очень надеюсь что они просто сейчас возьмут и перепишут благо сейчас не ну еще есть время для того чтобы переписать это все до начала съемок до до какого-то продакшена в принципе в отличие от прошлого года когда сценарий украли уже октября когда во всю шри съемки и как уже никак в связи с этим конечно очень хотелось бы вот вот такой пункт иметь то есть у них украли сценарий и значит давайте тем более что помнится из этого в свое время хорошо вышли с карри поттером это конечно казалось утка но было все равно забавно была первоапрельская шутка что у роллинг стырили седьмую книгу а там оставалось буквально несколько месяцев до выхода уже а у нее был контракт что если что-то пойдет интернет то она должна это все переписать поменять полностью значит сценарий и книжка которая вышла продажу одновременно с книжкой в сети появился гигантский просто текст который то есть несмотря на то что это была утка вот действительно он был очень похож на язык роулинг и там было прям хорошо и абсолютно по-другому там например не умирала столько человек вот и я все я так его так не читал надо читать вот он он не дописан что опять таки намекает вот но я очень надеюсь что hbo возьмет на вход идею переписать сценарий и все-таки удивит как-то зрителей тем более что альтернативная концовка полностью отличающийся от концовки игры престолов это будет даже лучше на мой взгляд вы слышали что нейросеть дописала сценарий игры престолов я как раз все пытаюсь думаю когда я буду говорить когда лев перестанет говорить о гарри мне предстоит еще узнать кто из них будет вот мне нравится фраза настоящий наследник железного трона ну не знаю мне кажется они оба в равной степени претендуют вполне возможно что сужденное сбудется странно написано что то что было предсказано может быть со что дэнерис обещали что она родит сына который станет великим правителем и вот может быть мы сможем этого дождаться в восьмом сезоне серсея больше соответствует образу безумной королевы она уже никому не доверяя собирают армию наемников и забирается четвертый раз стать матерью мне нравится сочетание собрать армию наемников и стать четвертый раз матерью такое знаешь прям очень хочется это вывязать ну да ладно прости это слишком хорошо спустя столько лет я все еще будет говорить про галри портера всегда а к тебе вариант то что санкса может стать главой дома старков отлично и более того он на мой взгляд больше соответствует книгам чем то что сейчас потому что в книгах те кто знает санса сидит себе в долине и готовится через брак стать владелицей уже двух королевств петир с которым у нее гораздо более хорошие отношения с помощью нее уже будет получается тремя владеть потому что он лорд паттек от долины и он значит владелец личных земель уже в общем там самый реальный да да на данный момент вот чисто для меня что претендент на трон это санкции петир я я не верю вот это совсем то есть может быть у санкса конечно получится выйти дальше мне кажется на все таки переплюнет петиры то что ему это выйдет боком то есть я не верю что у них сможет получиться какая-то стабильная пара я не спорю что у них не получится стабильной пары у них получится отличное сотрудничество в данный момент санкса изображает все еще себя его дочку но он не собирается ее никуда там продавать она не собирается раскрывать ее собирается очень удачно выдать замуж за человека который является наследником долины арон соответственно в момент свадьбы она перекрашивается в рыжий или что у нее там какой не там оригинальный цвет в заявлять что привет чуваки общаться санкса старк я женился на наследники долины теперь я контролирую сразу два королевства и хрен вы что с этим сделаете потом они едут и мочат болтонов если они там еще останутся к тому моменту и так далее так далее так далее короче вот на данный момент если петир не сглупит то его план книжный гораздо более продуманный чем то что вышло в сериале учитывая что ее точно не продадут болтоном потому что это линия другого персонажа которого в сериале нет это да ну не слушай мне кажется что все-таки в какой-то момент петирует и выйдет боком потому что все таки у него кроме каких-то властолюбимых планов есть еще какие-то там свои взгляды на санксу и я думаю что санкс с этим не согласится и рано или поздно научиться у него сказать игре и просто какой-то момент просто его бортонет да ну кроме всего прочего питер пока в книжках смотрится выигрыш не потому что он не пытается совратить сансу это немаловажно и такое вот какой питер не пытается вратить санксу в книге не подкатывал разве подкатывал не целовал черт ладно чем еще достаточно рано это было еще когда была даже лиза жива как раз таки лиза это увидела поэтому он и столкнул забыл что ли он приехал к ней в гости она делала снежный интерфейла к ней подходит у тебя моя деточка у тебя моя деточка что-то там заявлять китай вроде как отеческие чувства потом начинает ее целовать она такая боже моя что происходит а лиза в этом не смотрит из окна и потом им употребляет мол какого хрена ты припёр эту девку я не посмотрю что она там дочь моей сестры типа на как бы так сказать свои планы мне кажется это все было только в сериале в книге нет это было в книге окей ладно это сериале книги было и так и так на пяти ранее убили петер и пока не убили питер какой питер в общем по сериал питер но все 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 его называют питер что в английском что извиняйте лорд питер бейлиж говорят ладно я слышала еще новость о том то что сейчас поклонники соткали гобелен по шести сезонам и сейчас продолжает к нему еще дописывать события седьмого сезона я вот будут круто вот это я повесил себя в спальне 6 метров сейчас даже попробую найти эту картинку вот библион по мотивам игры престолов 77 метровый это по-моему не включая еще вот того что доделывают правда ваши похожи на какие-то гибельские фрески я вот нашла фотографии ну ладно ну в общем игра престолов игра престолов игра престолов игра престолов игра престолов закончим пожалуй те кто сидит вот вот так вот до сих пор пойдем дальше да я выпустил инструкцию по созданию накидок из игры престолов я просто слышал недавно новость о том что костюмы этих вот братьев ночного дозора для них использовались шкуры языке которые недорогие продаются окей оказывается теперь выпустила официальную инструкцию от компании как собственно их надо вот так вот обрезать чтобы получиться такая вот накидочка типа брат ночного дозора закончила нет прости не закончили там подняли важный вопрос доброе утро только подключился может тем уже поднимался но джон сноу и дейнерис родственники теперь как же они будут парой а привет они всегда трахались друг с другом это никому не мешало горян и это просто таргарины это то есть у них инцест это обычное дело поэтому что значит родственники теперь они всегда были в общем то как выясняется ну к тому же к тому же даже в отличие от некоторых не настолько прямые как могли бы быть но кстати это тоже таргарины не мешало нет я просто говорю просто в отличие от некоторых то есть как бы это уже даже для тех кто не далек от истории взаимоотношений между домами и персонажами и так они в курсе что для таргарины это было нормой ну тема когда они тети и племянник получается да так что и норм по крайней мере с точки зрения морали их семьи который не один из тем более в их случае то что они друг другом не были знакомы в детстве то есть конечно то наше дело когда там не задеть вместе растято какой-то появляется какой не спорный моральный аспект а тут они по сути как бы были совершенно чужие незнакомые другом люди так что и они пока не знают что они родственники не будем забывать а потом будет уже поздно в уже поздно еще уж там так все хорошие идем дальше у нас кроме игры престолов есть еще всякое поболтать например да это а он такой а это скан или он чисто цифровой не сканы они выше это вышли ли не просто показывает часто габерен да это я думал он просто вертикал блин это очень круто конечно это прям круто то хватит престолов я согласен инхьюманс давай поговорим про инхьюманс говори пока габерена смотреть хорошо короче там вышел новый трейлер сверх людей которые почему которые подожди это моя новость ты говоришь давай говори нет тяж твоя новость есть есть но как-то я порядок соблюдать нет ладно хорошо ну ладно слушай не давай принтер у нас потому что потом у нас все-таки про игры давай закончим с киношные темы уже ладно в общем да собственно появились новые трейлеры церкви которые намекают о том что совсем уже примеры скоро если ошибаюсь она пройдет завтра в кинотеатрах аймакс оставшиеся серии мы сможем увидеть на канале простите простите она она прошла неделю назад ваймакс уже прошла 21 августа что я несу цифру посмотрел 29 сентября через месяц вы выдавали humans точно да действительно в москве холодно что ли да москве очень холодно вообще жесть просто вот и собственно да вышел новый трейлер давайте его посмотрим почему нас написано это в новости в новости 29 написано в это 4 21 августа может опечатка они ищут тебя кто мы такие ну то что этот четверг существует место где все корейская да да это опечатка играта тела я укажу тебе путь мы сверхлюди смело поменяться порядку чтобы ты я со временем люди найдут нас и здесь и когда найдут попытаются нас уничтожить бежим землю надо атаковать первыми это обернется войной это твой вердикт или же нашего короля дня например только будет да да чатка максимус пытается захватить хотела ты убьешь своего родного брата да да Марвел представляет сверхлюди подтверди мое право на трон никогда ничтожный человек ребят таки как вы видите 31 августа все-таки в четверг завтра будет премьера ваймакс песня отличная да действительно песня отличная в общем у меня вопрос почему они внезапно стали сверх людьми типа уже пять лет выходят агенты счета где их все называют нелюди откуда взялись сверхлюди просто все ну и продолжаем традицию я снова смотрю трейлер инхьюманс только на игромане утром я не смотрю их до я вот просто вот как только грамма не утром я прихожу и мне включают свеженький трейл он humans отлично мне очень нравится роль это вот актера который играл руссо волтон такой подтвердимое право на трон я смотрю на него на рамсе волтона подтвердимое право на трон так смотришь на как потом еще третий фильм из кого уже такой сложишься так сказать клише такой образ он хотел девушку в игре престолов он хотел законное происхождение теперь он хочет трон что дальше какой-нибудь там вот в логике играть знаешь я же это я это понятно что это русский перевод но в агентах счета в официальном переводе и бисе где выходит в агента счета и все называют не люди и это логично потому что там идет противоставление к людям они отграничиваются от людей и от этого идет конфликт а теперь внезапно сверх люди то есть люди не проконсультировались даже с официальными локализаторами которые в этой же вселенной работают очень странно даже тут игра престолов игра престолов она просто везде так что не возможно не как ребят просто смиритесь просто вот никак вы не не чтобы не нарушать права других ну вопрос локализации вообще достаточно сложные кида всегда будет разве не одна студия не однако на вселенная и humans разве не будут связаны с агентами счета теми же самыми если они будут связаны то простите там вообще нужно переводить так как есть и это на вселенной но в любом случае я просто хотел сказать о том то что локализация вопрос точно спорно там всегда вот много моментов очень накладывается то есть как приводить по сложившейся традиции переводить там по так сказать дословному переводу переводить так как я не знаю лучше звучит для аудитории более понятно будет для тех кто скажем так не очень знаком поэтому сюда это но как переводят очень спорными два из трех что-то назвала это не люди но не знаю короче очень странно еще год и поисчезнет король ночь победить всех да вот не год по ходу два не будут снимать что кстати еще один повод переписать сценарий между прочим вот по-моему 20 джон мартин обещал последний вот так сказать итерация даты выхода следующей книги но 21 числа помнить рождение 21 сентября он такой ну вот вот дню рождения может быть что-то будет слухи такие ходили нет не могло быть просто дело в том что джордж мартин уже задолбался отвечать на этот вопрос и он сказал что он не объявит железную дату релиза пока он не допишет и тогда все расхайпит это то есть если это вот такой слух это не она сейчас бы все орали что выйдут ветра зимой но это было буквально не так давно скажем так он недавно был в россии недавно это две недели назад а то и меньше на apple и у него брали интервью в частности а медиатеку него взяла полчасовое интервью ну классно кстати у кого есть доступ посмотрите они в одной вселенной с агентами счета тогда вообще странно и должны быть нелюди вот и он там упомянул еще раз этот факт что я не отвечаю на этот вопрос потому что типа ребят ну хорош я уже столько раз срывал сроки что просто я не могу отвечать за свои слова и пока я точно не буду знать что все готово я дописал сдал издателю готово осталось там три где-то месяца пока они все это редактируют и выпустят вот до этих пор никаких анонсов джордж марстон дал не будет поэтому это все брехня дети я тебя уверяю не людьми и кличет сами себя не называют сверх люди слово-то одно in humans ну камон ребят на следующем сериале супер люди будут да вот походу очень-очень странный период вдруг это третий тип мета людей ну вот разве что хотя опять таки они называются тоже цитата льва я не могу отвечать за свои слова это цитата джорджа мартина не меня вот в общем мы опять перешли на игру престолов ну что ж такое-то хоть одну новость без игры престолов давайте перейдем к играм хватит все следующее давайте дальше так вот постараемся обойтись без упоминания двух известных слов в gta онлайн появилась замечательное обновление которое называется smugglers run про контрабандистов соответственно и в общем то вчера появился новый апдейт который добавил такой режим который называется motor wars почему я вам об этом говорю давайте я вам расскажу что это за режим это очень новый одновременно очень знакомый режим противостояния где который rockstar описывают как напряженная битва за выживание где игроки ищут себе оружие и дерутся внутри постоянно уменьшающиеся зоны ничего не напоминает игре столов player unknown battlegrounds фактически в игре престолов тоже они все сталкиваются вот да это player unknown battlegrounds здорового человека как пишет у нас в чате по крайней мере после релиза единственное отличие что здесь большую роль будут играть автомобили в которых будут встроены пулеметы ну и как бы как обычно это происходит в gta онлайн вот и логичным образом создатели gta решили подзаработать на хайпе вокруг player unknown battlegrounds и сделали у себя ров вот такой вот трейлер как видите это трейлер всего обновления в целом про контрабандистов но в общем представление дает вообще блин гта онлайн молодцы я для себя я открыл всего там на прошлой неделе тип за прошлой и пока меня радует при том что у меня нет друзей с которыми можно играть вот давайте поможем льву найти друзей вообще я говорю у меня есть предложение такое там же есть огромные гильдии там по 300 человек условно в гильдии ign там огромное сообщество pc gamer давайте создадим сообщество игромании будем там стримить играть и так далее если по крайней мере у нас будет давать время все такомещение давайте стримить да то есть кроме всего проще я так понимаю что для того чтобы получить это именно сообщество которое мониторит сами rockstar я так понимаю что для этого нужно таки стримить игру но в чем проблема то есть выделить там раз-два в неделю под гта создать там огромное сообщество и утереть носа и джиан гигантский план как считаете стоит такое делать напишите в чатике нам вот чатике написали что если лев за ланнистеров то за кого лили в принципе за ланнистеров так что лев не за ланнистеров но они сочли чисто по логике то что лев лев ланнистер окей я буду придерживаться позиции лев за тиреона тиреон хочет убить всех остальных ланнистеров поэтому я за тиреон не знаю суши и история с кланом в игре достаточно мы опять мы опять мы опять что что такое история с кланом сообществом в гта достаточно сложная потому что нужно все таки постоянно поддерживать чтобы развивалась но у rockstar получается я чувствую мы гта 6 еще не скоро увидим такими темпами потому что гта онлайн получать не про создание собственного сообщества что это нужно просто несколько человек которые этим будем заниматься да конечно ну посмотрим но в принципе как бы идея есть хэштег утрем айджи и мне нравится на какой платформе так оно на всех есть оно же и на пк и на playstation и на иксбокс причем и старых и новых поэтому делайте что хотите с кем хотите как хотите моды все что угодно ну читера да но читеров там баня лев без не хочет не убивать не хочет убивать джейми это вы потому что сериал только смотрите а в книге он джейми пообещал что если они еще раз встретиться что ж такое то то вот так его грохнет по логике лев должен натравить чай лея а у леи там чай нет это у левая чай так что все в порядке это у левая там чай что-то у меня это натравил собственный чай ваня врубай литл пони каждый раз когда звучит игра престолов не новости мне нравится эта идея просто контролируй нас вова он сказал ваня не важно знаешь бывает такая ситуация когда каждый каждый ваня улей все ваня эээ ваня 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 а ваня это был блеф тиреона брат его обидел просто а вот не верю я соглашусь на самом деле все таки тиреон вот мне нравится его отношение ну как показано его отношение к брату в сериале я вполне себе верю что в книге то же самое потому что у них были отличные отношения но учитывая что сделал джейми пусть и что после приказа отца ну ты помнишь всю историю с его бережной вот я очень сомневаюсь что тиреон отступит за свое слово тем более что там ланнистер всегда платит долги и так далее я думаю что как минимум попытаться джейми пытается более он попытается более того он же джейми в сердцах сказал что это именно он убил джоффри хотя он этого не делал так что джейми то есть тоже есть повод его убить там все будет кроваво я думаю очень кроваво я требую карлика на лёвиной толстовке вернемся к играм давайте попробуем вернуться к играм я не знаю что с нами сегодня там требует постельную сцену таргарионов на твоей толстовке я игра престолов не смотрел ни одной серии ничего не понимаю он карлика злобил это не я это джордж мартин что началось то стримера мы тут новости ждем Давайте к следующей новости, к тому же она, на самом деле, достаточно прикольная. И там есть классный ролик. Серьезная и игровая. Да. Собственно, поговорим уже о выходе обновления Тени Аргуса к World of Warcraft. Сейчас уже, наконец-таки, сюжетка Легиона подходит к финальной битве. И после недавних событий на расколотых островах, мир Азерота и оригинальный мир ПРА, еще Легион, они сблизились. И теперь уже игрокам просто... Начинается месиво. Да, игрокам уже предлагается, собственно, столкнуться с... Что? Прости, если меня заморозит и разморозит лет через 75, спросят, что обсуждает мне грамотно, я скажу гребаную Игру Престолов. Это отлично. И я очень надеюсь, что так и будет, потому что это будет значить, что спустя 75 лет мы все еще функционируем. Это будет просто прекрасно. С 20-летием журнал меньше, чем через месяц. Смотрите, я сейчас пыталась поговорить чисто про WoW. Я читал комментарии, ничего не знаю, ничего не знаю. А WoW такой... Ой, а Лев такой все равно. Что, что, что? Ипэ, ипэ, ипэ. Давайте я почитаю комменты, давайте это, давайте савли, давайте перебью, давайте... Да. Это я. Короче, да, давайте все-таки отвлечемся от Игры Престолов, посмотрим чудесный ролик к обновлению 7.3 для World of Warcraft. Игры Престолов. Мы так рады вновь предстать перед тобой, Зеро. Туролеон, вы нашли избранного. Иллидан, с самого рождения свет твоих глаз дарил всем надежду. Я отказался от него очень давно. Разве ты не хочешь вернуть утраченное? Исцелиться? Гибель Легиона меня исцелит. Дитя, ты отдал многое, но обрел так мало. Раскрой свои возможности. Искупи вину. Сбрось оковы тьмы. И прими силу света. Я уже платил свободой за силу. Пророчество должно исполниться. Ты переродишься. Свет дарует тебе новую жизнь. Свет решать не тебе. Свет исцелит твои шрамы. Они часть меня. Путь света твоя судьба. Моя судьба в моих руках. Ты погубил нас, предатель! Лишь в вашу слепую веру нет никакого избранного. Только мы и наши враги. Вот это прям мурашки по коже сейчас. Очень понравилось комментарий. Что вообще возомнило о себе? Это сумасшедшая стекляшка. Просто вот. Да. Я поддерживаю. Чего они? Чего она? Не знаю. Мне кажется, Релидан тоже хорош. Казалось бы. Столько всего для этого было сделано. Столько всего. Он пришлось восстанавливать. Столько всего. Они к этому шли. И он такой. Самый последний момент. Да нет. Ну нафиг надо. А чего он еще ждал? Я не понимаю. Он же знал, к чему все идет. Должен был понимать. Я сижу. Ничего не понимаю. Я играл только во второй, третий Warcraft. Это очень недолго. То есть, окей нет. Там сюжет к третьему я прошел. В WoW не играл вообще. Но сейчас я понимаю. Он то ли окончательно, то ли просто уничтожил. Zero первую на Ару. И вместо того, чтобы, так сказать, принять дар. И вот убрать весь все то вот, не знаю. Что у него выросло. Проклятье. Всю эту проблему. С которой он вот этот крест, который он нес. Он такой. Не, не, не. Ну нафиг. Ну нафиг. Зачем мы это морочили? Зачем мы все это делали? Нафиг тебя. Останутся своим проклятием. Это все-таки, на мой взгляд, странное решение. Ну да ладно. Аргус. Пиратская компания по продаже игр с дисками в России. Это намек. Собственно, что нам вообще приносит обновление? Приносит новые подземелья, приносит больше заданий. Измений, естественно, в скиллах всех классов. По-моему, там еще, кроме рейда, еще будут новые подземелья, новые рейды. И, 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 что-то там было еще очень важное, о чем я хотела сказать. Изменение воплотных классов. И, да, и новые локации. Блин, и на самом деле, когда я посмотрела этот ролик, и мне снова захотелось вернуться, поиграть, потому что, камон, финальная битва легиона, это, с регионом, это уже, не знаю, важный мех, который очень хочется присоединиться. Потому что сейчас какой, учитывая, что сейчас началась уже осень, уже хочется, не знаю, сидеть дома, никуда не выбирать, хочется вообще зарыться в, не знаю, дома в игры и в чем-нибудь максимально зависнуть, мне кажется, Вова для меня будет очень неплохим решением. Я лично хочу поиграть. К слову, это ролик не слитый, это ролик, который выложен на официальном канале World of Warcraft.ru, и выложен он вчера, то есть это просто свежак. Ну да, как бы обновление вышло вот сегодня, вот сегодня стряда, 30-е число. Неделя начинается. Игровая, да, неделя в Вове начинается, появляется обновление, и вот как раз-таки это официальный ролик, выложили, мы с вами поделились обновление, вот вступает силу, вот прям вот сегодня. В Вове спрашивают, какое оружие ты бы выбрала? В смысле, какое оружие бы выбрала? Клинки Азенот или Фростморн? Фростморн, конечно же. Мне вообще сейчас не очень нравится вся эта линейка. О, вернули на место. Мне вообще не очень нравится вся эта линейка с Солиданом, как-то не знаю. Вот именно эта сюжетная линия мне никогда не была интересна. Поэтому как-то и что, ну клинки есть, есть клинки, что мне до них. На этой радостной ноте мы перейдем к последней новости. Последней новости у нас... А, у нас тут только... Короче, она немножко слопочная, но просто у нас никак не было возможности ее вставить раньше, и мы, по-моему, вообще не показывали этот трейлер. Он вышел две недели назад, но я просто, я вот понял, что у меня есть возможность. Я не могу им не поделиться, просто потому что... Спасибо Саше, что он мне напомнил про него, он просто прекрасен. Давайте посмотрим, ничего не будем говорить, просто выключим микрофоны и посмотрим это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Какой-то трейлер игры в прошлом году номинировали, или в этом году даже еще не было, номинировали на Оскар, как в короткометражку. Кто помнит, что это было? А, этот самый, про медведиков перекатывающихся мы обсуждали, в этом году это было. 75 арен, тысяча видов наживки, один рыбак. Да, потому что он может все, он способен на большее. Слушай, я считаю... Он придет и выловит всю твою рыбу. Если в этой игре нет выбора персонажей, если там, так сказать, нет женских персонажей, то это какое-то шеминистическое вение, что как-то так. Неужели женщины не умеют в рыбалку? Вопрос не в том, не умеют ли они, а вопрос в том, что они вообще занимаются, они ловят, ты ловил когда-нибудь рыбу? Да. Вопросов нет. Вот, но в целом нужен только этот чувак, больше не нужен никто. Он все сделает сам. На этой радостной ноте перейдем к новостям одной строкой. У меня еще прислался концепт этого рыбака в стиле ведьмака, знаешь, такой, с двумя удочками. Одна там удочка для речных, другая удочка для морских. Отлично. Не, ну просто учитывая, что если исходим из концепта, что у нас все-таки много вариантов развития, но при этом один, так сказать, центральный какой-то, скажем так, сюжетный персонаж, как вот в случае Герлифа, который там нельзя изменить, то тогда можно просто эту тему дальше развить. Да. Ладно. Пойдем к тому списку новостей, который у нас здесь бежит в не очень быстрой строке, на самом деле. Да. Вспомнил этот строк он такая, не-не-не, чтобы все успели прочесть. В создании фантастской версии Half-Life 3 может принять участие любой желающий. Тут, как недавно упоминали, выложил Майк Ледлоу, бывший сценарист компании Valve, в сеть свою версию сценария третьего эпизода. И буквально недавно появилась страница конкурса в формате Game Jam, который запустила разработчица Лора Митчелл. Она предлагает любым желающим присоединиться к воссозданию того самого сюжета в любой форме и отправить заявку на конкурс. Работа принимается до 31 октября. Интересно, что получится. Сделали заявление, даже хочу вот прочесть цитату. Я думаю, что кто-нибудь даже... Я хочу прочесть эту цитату, она замечательная. Кто-то сказал, что мечта умерла, мы считаем иначе. Half-Life 3 наконец-то свободна, она с нами. Half-Life 3 принадлежит людям. Так давайте сделаем это. Слушай, это такой отличный призыв, что, мне кажется, он зайдет в сообщество и возможно люди действительно сделают что-нибудь годное. Те, кто ждут Half-Life 2 эпизода 3 и тем более Half-Life 3... Компания Valve не мешала тогда, собственно, в выпуске этой версии, потому что, в принципе, они могут. Ну, они могут, но в целом Valve довольно грамотные люди в этом плане. Они в свое время приютили уже разработчиков Portal, они приютили разработчиков Kerbal Space Program, если я правильно помню. Короче говоря, они вполне себе могут посмотреть на этот результат и сказать, типа, ребята, давайте вы нам разработайте Half-Life 3. Вот вы смеетесь, а там глубокий сюжет про рыбака с больным прошлым. Главного героя зовут Fish Slayer, его нашли в саркофаге в глубинах озера и только он может спасти мир от рыб и остановить использование энергии рыбьего жира. А в DLC можно будет играть за рыбу с постоянно сужающимся кругом с андроидами в виде червей и выживанием. Этот чувак, Чак Норрис, всех рыбаков, ему не нужна кастомизация. Да, игра Everything напомнили. Короче, да. В общем, отлично. И про Half-Life тоже отличная новость. Я более чем уверен, что что-нибудь дельное из этого получится. Как минимум, какой-нибудь клевый фанатский мод был бы очень кстати. Идем дальше. Blizzard выпустила первую часть документалки о воскрешении Kill 2 Zada. Они анонсировали, что будет документалка на Gamescom. Ее можно посмотреть у нас на сайте. Она там, по-моему, даже... Одна из частей, по-моему, всего их будет пять. Да, именно их будет пять частей. Они будут выходить, по-моему, раз в неделю или около того. И, собственно, у нас на сайте она лежит, по-моему, даже русскоязычная. Так что там типа 7 минут. Да, русскоязычная с переводом. Смотрите, там круто. Там, интересно, покажен процесс, собственно, разработки, обсуждения. Как, собственно, они обсуждают, поднимают концепты, как идет работа над изновлением. Это посмотреть достаточно интересно. В Вархаммер 40 тысяч Инквизитор Марсир появится скоро в раннем доступе. Игроки смогут начать исследовать мир игры уже в этот четверг, 31 августа. Игра будет доступна в сервисе Steam. Так что, кто любит Ваху, welcome. Кроме этих обновлений, также обновился Elder Scrolls Online. Она получила дополнение Horns of the Reach. Оно вышло вчера. И его получили владельцы PS4 и Xbox One. На ПК он вышел уже две недели назад. Дополнение бесплатно для всех подписчиков Elder Scrolls Online Plus. Остальные будут приобретать его обычную коллекционную версию, где есть издовой волк, волк-питомец и набор предметов внешности. Там, соответственно, два новых подземелья больших с обычными и ветеранскими режимами прохождения. И там, соответственно, можно найти кучу всего, включая новую эмоцию. Вот это забавно, когда они эмоции распихивают в DLC, и это прям... Нет, слушай, почему бы нет? Все-таки, когда, смотри, игра выходит, так или иначе, какое-то количество эмоций персонажей будет ограничено. То есть нельзя сделать сразу безлимитно. Если потом из разработчиков есть возможность что-то добавить, то почему бы нет? Хорошо, когда расширяется контент даже в таком составляющем. Потому что, наоборот, это же скучно, когда игрокам надоедает, а потом появляются какие-то новые вещи, и это плюс дополнительное взаимодействие. Вот. И, кроме всего прочего, с дополнением вышло еще обновление бесплатных версий. Там появился новый режим сражения и новая карта Arkane University. Вот так вот. И спрашивали там, в каком жанре новая ваха. Это, видимо, про двое новости. Или про что? Нет. Да, сейчас... Ролевой экшен. Нормально. Идем дальше. В PS Store появилась демо-версия игры KNAC 2. А, у нас появилась ее версия, на которой мы уже пишем рецензию. Так, к слову. Наверное, у меня полная версия уже, да. Ну, конечно. Слушай, на демо-версии... Нет, мы пишем рецензию на депке. Игромания, профессиональные издания, 20 лет на ночь на рыбке. Ну, ты просто так сказал, что, типа, у нас появилась эта версия, на которой мы... Ее версия, в смысле. Я поэтому хотела сказать, что мог тащить, а у нас появилась полная версия, по которой мы пишем. Да. Ладно, неважно. В общем, демка весит 2,5 гигабайта. В ней игроки смогут посетить уровень монастыря с вариантами одиночного или корпоративного прохождения. А сама игра, напомню, выйдет на PS4 5 сентября. Уже совсем скоро, через неделю. Там почему-то чат триггернуло на слово «рогалик». Рогалики, фасолька! Да. Samus возвращается к нам. Nintendo показали новый ролик Metroid Samus Returns. Я не знаю, сможем вообще посмотреть? А, секунду, сейчас все будет. Вот он. Его, в смысле, эту игру показывали на Gamescom. Она хардкорная. Там много всего переработали. И, в общем-то, вот из того геймплея, который нам показали, на 3DS очень здорово, скажем, задействованы оба экрана консоли. Так что, должно быть круто. И фанаты Metroid, я думаю, очень оценят эту игру. По поводу Bethesda, мистер Facebook спрашивает. Сейчас, одну секундочку. Я, кстати, даже не читал. Я видел, что там что-то слили, но это, по-моему, вчера обсуждали. Если они что-то выпустят, то, пожалуйста. Но у них, по-моему, сейчас хватает дел. Да и на E3 бы они, наверное, анонсировали. Я пока не верю. Давайте смотреть. Samus is back. Explore a mysterious alien world and uncover its secrets that you battle Metroid with an enhanced power suit, advanced weaponry, and powerful new abilities. Metroid Samus returns on Nintendo 3DS. В общем-то, игра выходит уже через две недели. И да, Samus возвращается. Самая, пожалуй, эпичная, смертоносная героиня-женщина в видеоиграх. Наконец, из всех, за которых можно поиграть. Керриган не в счет. Снова можно ей поуправлять. Нет, по названию самой эпичной, мне кажется, точно можно поспорить. На тему смертоносная, ну, не знаю. Ну, окей, самая опасная. Так тебе норм? Она, в конце концов, охотница за головами. За кого можно поиграть, кто опаснее, Samus? Давай. Нет, ну, если сейчас мы будем соминать какие-нибудь корпоративные игры, где там много персонажей. Можно мне тоже «Роковую вдову», например, привести в пример. Почему нет? Ну, не знаю, сомневаюсь. Само, блин, ну, во-первых, охотиться с головами, во-вторых, она тысячу раз спасала мир уже под нашим контролем. Ну, героини, которые ты еще раз, не знаю, супергероини, их полны, полно. То есть, серьезно, нет, здесь все-таки действительно можно поспорить. Так она не супергероиня, она… А есть супергероиня, можно взять какую-нибудь супергероиню или злодейку, привести их в пример, и сказать, что они более смертоносны, потому что у них есть суперспособности. Это все читерство. Или волшебницы, когда какие-нибудь, что-то еще. То есть, люди, у которых есть какие-нибудь там суперспособности. Ну, серьезно, поспорить можно. Ребята, вот серьезно, вот в чат прямо, пока мы обсуждаем новости, пишите, кто, как вы считаете, может быть, круче и смертоноснее Самус Аарон из персонажей игр женских, за которых можно играть. Просто вот вперед. Там пока только Цири назвали, но Цири, по-моему, вообще ни в какое сравнение не идет. К слову, в игре появится куча новых метроидов в том числе. И некоторые из них крайне эпичные, гигантские, и прям... Так что те, у кого есть 3DS, или, по-моему, она даже на 2DS Plus выходит, должно быть клево. А следующая новость просто очень-очень-очень милая. Новость для Леи. Да. Почему только для Леи? Почему именно для меня? Подожди, почему для меня? Ну, не для меня же. Мне это точно не нужно. Нет, ну, может, мы о тебе что-то не знаем. В общем, компания Супергруппис начала продажи белья по мотивам Street Fighter. В продаже уже появилось белье двух героинь Кэми Уайт и Черлинь. Давайте мы покажем само белье в картинке. Конечно, это не точная копия стилизации, но, в общем-то, они достаточно узнаваемые. Присутствуют элементы костюмов обоих героинь. Шепард. Что Шепард? Что Шепард? Они предлагают Шепарда. Это просто очень смешно. Можно еще показать на девушках. Да, вот так это выглядит. И мне кажется, это очень классно. Почему бы и нет? Почему бы не брать и не интегрировать стилистику игр, собственно, в линию нижнего белья или одежды? Это, по мне, очень классное направление. К тому же, можно вспомнить еще белье по Ведьмаку, которое, может быть, не официально... Выпускалось не официально компаниями, а поклонниками, которые там делались выпуски. И, в общем, даже Мария Карпенко, которую вы могли знать по нашим стримам и материалам у нас на сайте, тоже делала линию белья по Ведьмаку. И это очень классно. Мне такие тенденции нравятся. Вот. Лев, кажется, не в курсе за Шепард женщины. Не, Лев в курсе, просто мне все очень смешно. Продолжаем разговор. Nintendo закроет социальный сервис Miiverse. Они объявили о закрытии этого сервиса, с помощью которого могли общаться владельцы Wii U и 3DS. Теперь этой возможности не будет. И, соответственно, ее будут лишены те, кто играет, например, в Super Smash Brothers, в Mario Party, в Mario Kart 8, в Mario Party 10, соответственно, и еще там десятки других игр от Nintendo. И вместе с ними, соответственно, закроется Wii U-Chat и Wii U-Twi, который стриминговый сервис. На смену всему этому придет онлайновый сервис Nintendo Switch. В настоящее время он бесплатен, но после окончания тестового периода в следующем году придется уже оплачивать подписку. Ну, в общем, все как обычно, что-то вроде аналога PS Plus получается. Это распространится на все регионы, на все платформы. И вот Nintendo в честь закрытия, в честь вот этого всего, дала пользователям возможность скачать свои посты пользователям некоторое время. И для этого им нужно обратиться в техподдержку. Вот так вот технологии развиваются, сервисы закрываются. Компания Sony объявила, что с 1 сентября 2017 года комплект PlayStation VR World подешевеет с 499 долларов до 449 долларов. Целых 50 долларов скидка. Это достаточно внушительно. Удешевление Vive на 200 баксов, видимо. Цена базового набора не изменится, который стоит 399. Однако теперь в нее будут входить еще и PlayStation камеры, которые до этого приходилось отдельно покупать за 59 долларов. Так что тоже достаточно существенная скидка. Вот такие новости. Куча метроидов, все из Metroid 2. Нет, там, кстати, именно новые. То есть там какой-то Omega, еще что-то они говорили, что это именно новые персонажи, которых раньше никогда не было. Они их придумывали с нуля. Пардон. Ну и действительно все, получается, вообще VR-устройства сейчас дешевеют. Vive подешевел на 200 баксов, Rift на 100. Вот теперь Sony подтянулись на 50. Ну там 60, фактически даже. Ну 60. 50-60, да. Окей. Вот. Ну все-таки окей. Энтузиаст смастерил идеальную копию настольной игры из фильма «Джуманджи». И это крипово. Почему крипово? Это замечательно. Нет, это замечательно, но... Я когда вчера зашла в новость, там создание на 15 минут. Ребята, советую очень-то пройти к нам на сайт посмотреть. Там ролик, да, это просто огонь. Это что-то, это настолько завораживающе. Это мало того, что просто интересно смотреть, как это создается. Просто само по себе создание еще очень хорошо снято, смонтировано, наложено. То есть просто сидишь, смотришь и получаешь какой-то, я не знаю, просто зрительный оргазм. Потому что там все так делается аккуратненько, все так вот. Просто, 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 ребята, идите на сайт, смотрите. Это выглядит очень классно, очень сделано с любовью, очень-очень аккуратно, прям. И у меня не грузится эта новость, к сожалению. Я не могу посмотреть. Потом посмотрите, что на 15 минут мы поэтому не можем показать вам новость. Это слишком большой отрезок. Да, но он крутой. Но очень советую посмотреть. У меня ассоциация просто возникла. Я в свое время ездил в Коломну пару раз. И там есть, я проезжал мимо магазина настольных игр Джуманджи. Я его увидел, и я понял, что я в него никогда не зайду. Потому что, ну вот серьезно, как, вот, какое может быть хуже просто, с точки зрения того, кто знает, о чем вообще Джуманджи, назвать магазин настольных игр Джуманджи. Типа, ты зайдешь и выйдешь через 40 лет. Ну, такое. Ну, вот, про рекламу магазина настольных игр в Коломне. HBO выпускает мини-сериалы создания седьмого сезона Игры Престолов. Сериалы... Даже здесь оно. Да, вот, сделали, собственно, сериалы создания сериала. Первый эпизод уже доступен всем желающим для просмотра. Остальные увидят только подписчики сервисов HBO Now, HBO Go и HBO On Demand. Собственно, там расскажут в, по-моему, тоже в семи частях о создании семи эпизодов. И это должно быть интересно. Мне понравилась очень картинка, которая прикреплена к новости. Посмотри. Такое ощущение, как будто Денерис участвует в съемках какого-нибудь последних звездных войн. Вот на этих вот ракетах. Да. Ну, тут интересно. И сейчас посмотрим еще пару трейлеров под конец. Действительно здорово, что они выпускают такие штуки. Больше таких престолов? Ну, серьезно, я уже... Сколько можно? Вот. Тем временем появился тизер Карателя, очередной от Netflix'а который. И там затизерили еще новых персонажей. Вместо свежих кадров сериала нам показали некоторых героев будущего шоу. Давайте посмотрим... Ну, сейчас посмотрим трейлер. Нам показали давнего напарника Карателя, микрочипа. Показали бывшего спецназовца Джиксо. Которого, кстати, играет Бен Барнс. Что довольно смешно. И секретаря компании Нессона Мёрток Карен Пейдж, который мы уже знаем. Все, что я сделал... Не-я-я-я... Мемори maiorище. Никогда не не... Не-я-я! М�ор 대해... Тонний даль. Мерию界. Ни-я-я,алы вам же падаете зерни. С recruiters эксп drastic если ты лучший? Онfire. Он придет, чтобы собрать. спорить сложно. Окей. Вот такая вот штука. Любая женщина-герой в Диабло тоже убила очень много народа. Ну, в масштабах... Ну ладно, не будем сравнивать. В общем, окей, хорошо. Я все еще топлю за Самус. Ждем Карателя. Он обещает быть крутым и мрачным. И, в общем-то, будем надеяться, что он будет лучше, чем, скажем, Защитники. Фильм Суперполицейский возвращается с новым трейлером. Достаточно популярная комедийная команда «Брокен Лизард» во главе с Джейм Чандра Шекхаром сообщила, что они работают на продолжение комедии «Суперполицейский», которая выйдет 20 апреля 2018 года. В честь опубликования даты премьеры они выпустили уже первый тизер-трейлер будущего фильма. У нас его даже подгрузили, можно его глянуть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я хочу сказать, что именно Лев настоял на том, чтобы показать вам этот трейлер. Так что все вопросы, если что, к нему. Ну что, у нас 18 плюс контент, нам все можно. Количество отсылок, в общем, возможно, этот стрим забанят. На самом деле, что интересно, можно добавить про этот фильм, то, что первая часть вышла в 2001 году. По сути, это рассказывается там про отделение полицейских, в котором сотрудники ничего-то немалечко скучали, хотят себя каким-то образом развлечь. Мне что понравилось, то, что деньги на создание второй части трупы собирала на Indiegogo. И, по-моему, это достаточно редкий пример, когда, собственно, при помощи краудфандинга выпускают полноценный полнометражный фильм. Ну, тем более, что они собрали в два раза больше, чем хотели. Так что, как бы... В общем, да, очень интересный пример, что краудфандинг может работать хорошо и для какого-то вот большого кино. Гомосексуалист на течение, когда не считался пороком. Да, но в трейлере как бы еще и про наркоту, а так все хорошо. Ну, посмотрим. Посмотрим. В общем, вот такие вот новости на сегодня. Ждем премьер, ждем вот этого всего. Не ждем восьмой сезон «Игры престолов», потому что до него еще белить и пилить. И вообще, кому он нужен. Ждем ветра зимы. Что у нас будет сегодня дальше? Сразу после нашего стрима в 13.30 в рамках постоянной передачи «Игры по заявкам» в «Лигу Легену» будет играть Анна Брославец. Передадим им ей привет сразу. Ура! Вот. А дальше... У меня не та вкладка открыта, я молодец. Сегодня у нас 30-е. Дальше в 16 часов я буду играть... Некий Лев Левин. Некий, да. Лев Левин. Некий я будет играть в «Абзолвер», который вчера вышел. Как я уже сказал, я пока понятия не имею, что это такое. Будем вместе разбираться. В 18.30 у нас традиционно по средам будет War Thunder с Матвеем Ракером и Ангелиной Нестеренко. Я думаю, вы всех уже знаете, любите и сядете. А в 9 вечера у нас с Настей Межебовской будет играть в «Портал 2». И на этом у нас как раз-таки закончится наш... А потом вечерком вы все это сможете посмотреть еще раз. В общем, да, такой у нас план отрасляться на день. Да, спрашивают, прошла ли ты Fox Tale. Нет, не прошла, я хочу сегодня ее быстро допройти на домашнем камп-стриме. Ну вот так вот. Ты вообще знаешь, что такое Fox Tale? Вот сейчас как раз-таки, раз у нас есть минуточка эфирного времени, дорасскажу об этом. Тут скоро уже подходит к концу GTP IndyCup. Это, как бы это сказать, онлайн-мероприятие для инди-разработчиков, в котором в жюри участвует в том числе и Александр Пушкарь. Я там участвую в качестве жюри в номинации «Выбор стримера». Что это такое? Это такой вот глобальный проект, в котором могут подать бесплатно, причем совершенно бесплатно, разработчики, независимые разработчики игр, подать свой проект на суть жюри и, возможно, даже выиграть в одной из номинаций, получить в дальнейшем поддержку в выходе своей игры и в ее релизе. Ну, в самом даже минеральном случае, хотя бы получить просто профессиональный фидбэк от представителей игровой индустрии и игрожура. Я в рамках этого инди-кубка выбираю определенное количество игр, провожу несколько стримов, потом просто по ним делаю оценку. И вот там такая была игра, на которой я просто залипла. Там вот список этих игр, я уже говорила об этом не раз, там их около 45, что ли, игр и участников. Я открываю таблицу, смотрю, такая, ну, это я не буду стримить, это я не буду стримить, это я не буду стримить. Это можно, это я не буду, это можно. Так ставлю галочки, что, в общем-то, можно было бы постримить. И в какой-то момент уже, ну, я шла на самом деле с конца списка наверх, ближе к началу списка, я подхожу к игре Фуксел, открываю, смотрю там короткий трейлер ЕРТЫ. И все, а у меня просто вот так вот, я не знаю, там слезы из глаз, радуга изо рта, я смотрю, я понял, что это восхитительно, ты играл в Керандию, ты знаешь, что это такое? Ты не поймешь, значит, всего моего восторга, это очень старый, клевый, венрарный квест, и всего есть три части, и вот эта вот игра Фуксел, это тоже квест, сделанный вот в стиле такой вот старого квеста, сделан реальной стилистикой Керандии, причем она по стилистике даже больше третьей части Керандии, чем сама третья часть Керандии, потому что она немножечко отличалась от остальной серии. И все, я на эту игру залипла, и поэтому я, в общем-то, все стримы по ней привела. Я вспомнил, откуда помню Лея, она рекламировала Параграт. Да, здравствуйте, я работаю с этой игрой, кстати, игра, на самом деле, достаточно интересная, я и сейчас могу всячески про нее что-нибудь хорошее сказать, потому что проект уникальный. Вот, и я вот сегодня там, у меня осталось буквально немножечко кеймплея того вот отрезка, который сейчас доступен до игры пройти, поэтому я когда с работы приду домой, засяду в нее играть, и мне очень интересно там, в общем, посмотреть, как вообще игра будет выглядеть на релизе. Это классно. Нужно больше инди-игр, нужно больше поддержки независимым разработчикам, чтобы они делали что-нибудь классное. Рыжая игра играет за лесу Лию, да, и когда зашла в игру, там героиня девочка-лисичка такая антропоморфная, захожу в нее, играю, на стрим заходят разработчики, говорят, Лия, это знаешь, что это вот главная героиня? Я такая, не, я зовут Лия, я такая. И все, Лия пропала. Да нет, я еще до этого пропала, я пропала только тогда, когда увидела первую картинку Пэдер Тревер, я сразу поняла, что это, о чем это в какой-то стилистике, я сразу поняла, что это то, чего мне очень не хватало, поэтому я просто залипла. Красота. Я так залип на Ту-де-мун, но она короткая. Я считаю, что для меня, возможно, это лучше, чем Ту-де-мун, потому что... Ну да, нет, я залип по-другому, меня именно историю захватило, я вообще люблю крутую историю, нет, но стилистика, это, конечно, да, это влияет. Вот такие вот воспоминания Леи мы посмотрели. Послушали. И, пожалуй, что и пора прощаться. Да, время уже подходит к концу. Спасибо, что смотрели, оставайтесь с нами, смотрите наши сегодняшние стримы, Передавайте привет Ани Брославиц. Да, передавайте привет Ани Брославиц, смотрите, как я буду впервые в жизни стримить, что-то вообще сам играть. Успеха. Да. Льву, заходите, поддержите его. И что, в 4 часа, так как я уже сказал, и смотрите Матвея, смотрите Настю, смотрите Аню. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Да, игромани лайв. Да, там всякие клевые штуки. Подписывайтесь на Twitch. И любите маму. До встречи, друзья. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok